Батлейка, белорусское чудо из шкафчика. Тишина, открываются дверцы, и когда в зале слышишь, а-а-а, а потом, о-о-о, они живые, они живые. Деревянные актёры на шпинках, которые и плачут, и смеются. А было? А было? Ходи сюда, живо! И единственная деревня в Беларуси с деревянными жителями. Кучки двигаются, видите, как интересно. Это же живое всё, действительно, как в той батлейке. Всё оживает, понимаете? Их даже шапочка. Всё про батлейку в программе «Белорусский стандарт». Спектакль начинается. Ира, Ира, ты забыла то, что мама говорит, Ира? Шоб сидера и морчара, будто дера не твоё. В его руках керамическая масса превращается в докторов-шарлатанов, цыган, городничего или пана. Одни куклы рождаются месяц, а другие за день. Всё от лица до костюма продумывает и делает Андрей. Его неспроста называют человеком-кукольным театром. Он не только создаёт актёров, но и сам с ними выходит на сцену. Вы считаете своих кукол красивыми? Красивыми? Да. Ну, конечно же, они прекрасны. Ну, почему нет? Смотрите, вот буквально из куска глины родился вот такой вот человек. В белорусском Новополоцке Андрей возрождает традиции батлейки, древнейшего жанра белорусского искусства или народного театра, которому уже 500 лет. Он придерживается смыслов сюжетов и эстетики кукол-батлейщиков из прошлого, но делает это по-своему. О, говорит, ой, какие у вас красивые куклы, там всё это. У детей, у них восприятие другое. У кого-то просто вот ты с палочкой вот так вот выйдешь, там, тын-тын-тын-тын-тын, и ребёнок увидит в этой палочке, не знаю кого, там, медведя, зайца. А взрослый посмотрит и скажет, ты что, дурный? Что вот ты тут с палкой ходишь? Покажи мне ляльку. В кукольном театре Андрея Ретикова можно увидеть четыре батлейки. Их в Беларуси много видов, но только один можно увидеть в Новополоцке. Скоро расскажем, покажем. Истоки белорусской батлейки связаны с религией. Название от Вифлеема или Батлиема. Вместе с вертипами, с рождением младенцев, храмы в 16 веке пришли шкафчики с ожившими Иисусом, Марией и волхвами. Каждая визуальная форма, особенно в Средневековье, когда большинство людей были неспособными прочитать Библию, была способом прикоснуться к тому, что невозможно было увидеть в повседневности. А когда человек это услышит не только как слово, но и как действие, это быстрее воспринимается и проще воспринимается. В Белорусском Гродно, например, находится самая большая и яркая батлейка в стране. 5,5 метров на 5, полторы сотни двигающихся фигурок от Адама и Евы в райском саду до сценок современного быта белорусов. Каждый образ, он все равно остается в голове. То есть даже если у нас есть масса разных картинок, то наш мозг все равно будет выбирать то, что важно для нас. Если мы сможем хотя бы немножко зацепиться за что-то, может хотя бы когда-нибудь возникнуть вопрос, а что это значит конкретно для меня. Деревня Стойлы находится на самой окраине Белорусской пущи. В ней все дома без света, кроме одного. Единственные прописанные жители – это Александр и Лариса Быцко. К ним постоянно едут туристы, потому что здесь они могут увидеть особенную батлейку Беларуси. Так началась наша жизнь, нам было уже за 50. Для нас это была невероятная дива. И дива до сих пор. Саша спочатку смеялся, возьми эти ляльки, но думают, что это дурел. Или я так не должна сказать. Скажи, скажи. Все началось с дружбы с последним жителем деревни Стоилы, дедушкой Николаем Тарасюком. Последние 7 лет он жил на краю пущи один. И каждый день рубанком вытачивал деревянные поленья, штриховал детали ножом и раскрашивал их масляными красками. Деда Николая не стало 82 года. После себя он оставил 30 тысяч деревянных фигурок. Мы не называем это батлейкой, ягоны музей. И он не ведал, я думаю, про батлейку. И он, может, про батлейку и не ведал, у Гоголя. И он робил просто то, что ему подказывало. Ягонная голова, ягонное сердце, ягонные руки. Народный мастер с четырьмя классами образования. Его называют белорусским перасмане, ярким представителем мирового наивного искусства. Вдохновившись работами Николая Тарасюка, работники культуры Лариса и Александр решили уехать из Бреста на месте старого хлева. Они создали дом с бумажными вытянанками на окнах и расписными сундучками. В центре – сказочная батлейка. И вот мне так у ночи пришла такая думка. Боже мой, працы Николы Тарасюка, вот это вир, ягонных скульптур, это есть белорусская батлейка. И тут началось. Тут началось, да. Так сталося, что я еще я начала знакомиться с батлейниками, а батлейниками кажут, что Лариса, ты не сделаешь спектакль про Тарасюка, пока не вернешься до звучанной классичной батлейки. А вот, а после про Тарасюка. Получилось ли? Скоро вернемся и расскажем. С высот засвятилось и небо ночное, И зоры на струнах играли с небес, Усе шли побачить детятка святое, По радость пришла, народился Христос. Этот театр можно увидеть только в Новополоцке. Он называется «Витебский жлоб». Желоб, желобок или ясли, куда Мария укладывала свое дитя. Четыре деревянных ящика с маленькими каруселями. Все уживает в темноте, когда зажигают свечи. В жлобе мы видим вот эти кружелки, которые крутятся. И это как бы там такой прообраз китайских фонариков, которые тогда вот в 17 веке были популярны. От тепла свечки начиналось вот это крутиться, и на экранах бумажных появлялись фигурки. Вот это оттуда. Это не просто домик, это модель мира. Верхний этаж – это небо с ангелами. Внизу – грешная земля и царь Ирод. Статика, тени и куклы – три театра в одном. Эта батлейка характерна только для одного региона Беларуси – Витебщины. 150 лет назад был последний показ. Андрей по архивам и документам восстановил все точь в точь. Вот представьте, в серости и унынии вот этой вот вечерней улиц вдруг появлялась группа, которая идет и несет вот этот вот жлоб с зажженными свечами. И тут такое яркое такое пятно вот это вот. И все это сопровождается рождественскими такими вот песнями. Это, конечно, это производило такой эффект. Батлейка с библейским сюжетом так и осталась основой всех видов народных театров в Беларуси до сих пор. Но с 18 века деревянные шкафчики с куклами взяли себе на вооружение ремесленники на ярмарках и стали авторами интермеди уличного формата и режиссерами первого телевизора. Все герои и сюжеты из жизни. Стали появляться персонажи, которых можно было бы в реальной жизни встретить. Там вот этот доктор Шарватан, там Паненко, кто там еще там, барин, купец, цыган, цыганка, там, городовой. И вот это вот. И то есть это было как бы такая и сатира, и социальная, и высмеивалось много чего. Андрей Ретиков и конферасия Матвей, и кобыла, и цыганка, и медведь. В такой батлейке действия происходят в одном шкафчике. И за сцены один за всех. У фигурок двигаются только руки. Сами актеры передвигаются на длинных спицах. Это деревянные куклы на шпинках. Для Беларуси стали значить то же самое, что Пиноккио. Для Италии или Петрушка для России. Петрушка вот в России это развито, в Англии это панч. Вот эти вот с пищиком, которые вот эти вот куклы, это вот балаганный такой вот этот театр. На нашей территории этот театр не прижился. Роль такого вот балаганного петрушечного театра играла у нас батлейка. Деревянный шкафчик со сказкой – это не просто домашний театр. Это вид искусства и национальный символ Беларуси. Всего известно шесть видов. В каждом регионе своя школа и свои особенности. Две белорусские батлейки имеют статус нематериального культурного наследия. Одна из них – это Витебский жлоб. Дети приходят к нам на театральные уроки «Знакомство с батлейкой». Я им рассказываю. Я говорю, представьте, это театр, которому 500 лет. Я говорю, вы можете себе представить? Да! Я говорю, здрасте, я не могу себе представить, как это 500 лет. Я говорю, представьте, прабабушки наши могли смотреть такой театр. И никто не может поверить, что это 19 века тексты. Что все это актуально, так же. То есть это ничего… Ну, все то же самое. В жизни все то же самое. Поэтому это, конечно же, это наша традиция, это наше сокровище. И это, конечно же, это такой вот уникальный театр, который продолжает жить. Пучки двигаются, видите, вот как интересно. Даже живое все. Действительно, как в той батлейке. Народный мастер Николай Тарасюк создал целый деревянный народ. Его люди учились, работали, женились, рожали детей, умирали. Целый деревянный мир. У него уникально, что он делал до мельчайших подробностей, понимаете? Вот до мельчайших. Вот все эти мотовилы. Все как… Все упрощается, все крутится, все действовало, да? Да, просто удивительно, как можно так все сделать. Последние семь лет жизни дедушка Николай был в деревне единственным жителем. Для него деревянные люди были и детьми, и соседями, и лучшими друзьями. И он вельми радовался людям. А коли оставался один, и он с гэтым живым народом был, как, вот, ведаете, как, ну, в смысле, здравленным народом, был, как живым. Он был шоуменом. Он колебачил людей. Все. Он распармлялся. Пиджачки такой. Пиджачки, копиолюши такие. Мог быть боссом, но пиджачки. И вот, он был шоуменом. И люди это отшивали. История Николая Тарасюка – это, конечно, в первую очередь о роли деревянных кукол для человека, об одиночестве и о том, что человеку всегда нужен человек. А еще о том, как безмолвные фигурки старого мастера могут тронуть живых людей. По мотивам кукол дедушки Тарасюка, владельцы Граусадьбы Ларис и Александр заказывают новое у местных народных мастеров. Они становятся актерами новой белорусской батлейки. Первая про животных в Беловежской пуще, другая про царя Ирода, третья на диалекте западно-полезского региона. А в одной батлейке Александра и Ларисы главным персонажем стал сам Николай Тарасюк, автор «Дараулянага люду» Беларуси. Талент – это наикаштовнейший дар Бога, и его потребно захавать, как соправдный скарб.